Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По этиологии возникновения это чаще всего связано с воздействием Асбеста в 80% случаев, а также связано с лучевой терапией и с мутациями в гене БАП-1. Но есть и спорадические случаи, не связанные ни с тем, ни с другими факторами, но это случаи достаточно единичные. Доказать воздействие Асбеста очень сложно, потому что латентный период от контакта с Асбестом до возникновения мезодолиума может достигать до 40 лет, и поэтому пациент, конечно, может и не вспомнить, что у него такой контакт был. Ну а также большие проблемы с тем, что многие врачи и пациенты, собственно, не знают, где встречается Асбест, поэтому напрямую спросить, был ли у вас контакт, конечно же, пациент ответит нет. Но скажу, что Асбест широко используется в строительной практике, 80% российского шифера это как раз при использовании Асбеста, а также это в машиностроении используется, в судостроении, ну достаточно широкий профиль его использования. Ну и мы не будем отдельно касаться строения Асбеста волокна, потому что это очень большая тема, и мы перейдем больше к клиническому течению болезни, у нас никакие клинические проявления не позволят сразу же заподозрить, потому что такие симптомы, как одышка, боль в грудной клетке, утомляемость, снижение массы тела, может быть, кашель, эти все симптомы характерны и для рака легкого, и в принципе для большинства опухолевых заболеваний. Поэтому классически после сбора анамнеза и осмотра пациента в диагностике нам помогают, конечно же, это лучевые методы визуализации, это КТ, МРТ, ну и обязательно нужна биопсия. После получения биопсийного материала мы можем узнать о гистотипе опухоли, потому что мезотелиомы бывают эпителиоидного типа, который чаще встречается, около 70-80% саркоматоидный вариант, и смешанный, то есть двуфазный, которые будут более неблагоприятными. Стодирование мезотелиома отличается несколько от классического представления ТНМ, потому что размер опухоли здесь не имеет значения. Нам очень важно узнать, в какие структуры проникает опухоль. Если вовлечены в патологический процесс только париетальная и висцеральная плевра, это будет соответствовать категории Т1. Если же опухоль уже начинает проникать в ближайшие ткани легкого, диафрагмальные мышцы, то это Т2. В случае, если поражается уже грудная клетка или перикард нетрансмурального поражения, то это соответствует Т3. Ну, если, соответственно, уже опухоль переходит на противоположную сторону, если идет диффузное поражение грудной клетки или переходит с грудной на брюшную полость, позвонки, соответственно, поражает перикард на трансмуральный или миокард, это уже соответствует категории Т4. Поражение лимфоузлов очень упрощено было в новой классификации. Это будет только Н1 и Н2, которые, собственно, говорят, вышли ли эти поражения лимфоузлов за пределы грудной клетки. Это очень важно учитывать для планирования как хирургического, так и лучевого лечения. Чтобы разобраться, к какой же эта стадия относится, тут, в принципе, достаточно крупными мазками. Если нет поражения лимфоузлов, это соответствует первой А или Б стадии. В случае, если есть минимальное поражение плевры и Н1, это вторая. Если уже есть поражение лимфоузлов и достаточно большая распространенность по плевре, но нет отдаленных метастазов, это третья. Ну и классический при наличии уже метастатических очагов, это М1, то это четвертая стадия. И отдельной графой можно отметить, что плеврит никак не учитывается. Это достаточно большая проблема, потому что у нас, например, были пациенты, у которых был полисирозит в виде поражения, появления двухстороннего плеврита, асцита. Но при этом как такового субстрата поражения плевры не было. И как ставить стадию в этом случае, причем плеврит был доказан ацетологически, что он был с опухолевыми клетками, как поставить стадию в этом случае, большие проблемы возникают. Но, тем не менее, наличие плеврита в ТНМ классификации не учитывается. Вторая проблема, помимо постановки диагноза, как мы потом будем оценивать противоопухолевое лечение. Дело в том, что отличительной особенностью мезотелиома плевры, в отличие от других солидных очагов, является ее диффузное поражение утолщения. Это стелящаяся опухоль с наличием множественности узлов, и каждый из этих узелков может иметь свой размер. Поэтому классически померить вот такую протяженность, такую пленку достаточно проблематично. Также существует модифицированная система оценки эффективности противоопухолевого лечения. И она несколько отличается от рецист 1.1, где классически берутся сумма наибольших таргетных очагов, которые мы можем измерить. И, соответственно, это будут у нас проявления таргетных очагов. При М-рецист у нас берется сумма перпендикулярных грудной клетки или позвонку диаметров на параллельных трех срезах. То есть у нас, по сути, сумма вот таких трех срезов – это будет всего один очаг, а не три разных. И перейдем к каким же у нас вариантам лечения мезотелиома плевры мы имеем в сегодняшний момент. Исторически сложилось, что хирургический метод лечения является основным, но не самым главным на сегодняшний момент. В нашем распоряжении бывают две большие опции – это выполнение экстраплевральной пульмонэктомии и плеврэктомии или декортикации, а также плевродез как хирургический метод локального контроля при рецидивирующем плеврите. И вот различные эти объемы хирургического лечения имеют свои как преимущества, так и недостатки. Но в целом, в случае, если пациенту может быть предложено оперативное лечение, оно должно быть предложено, потому что убрав основной массив опухоли, мы имеем преимущественно в отдаленных результатах лечения. Однако большинство хирургов говорят, что радикальность этой операции всегда сомнительна, потому что убрать всю плевру так, чтобы не было еще и очагов, и сделать опять плевральную полость блестящей и гладкой – это практически невозможно. При сравнении двух этих объемов операции – декортикация или экстраплевральная пульмонэктомия – метаанализ с 90-х по 2014-х года показал, что, в принципе, они очень одинаковые. И медиана выживаемости составляет максимально 21 месяц, и показатель двухлетней общей выживаемости очень схожи. Лишь с небольшим увеличением послеоперационной смертости, естественно, при широкой операции, при экстраплевральной пульмонэктомии. Что касается плевродеза, то существует ряд различных агентов, таких как тальк, блеомицин, тетрациклин, интерликины, которые имеют свои преимущества и недостатки, но достаточно хорошая эффективность их использования при введении их внутри плеврально. Позволяет нам достичь контроля за накоплением жидкости до 90%. Следующий вариант лечения – это лучевая терапия. На сегодняшний день было два значимых крупных исследования – это IMPRID и SMART, но которые применялась лучевая терапия в качестве все-таки комбинированного метода. В исследовании IMPRID сначала пациентам проводилась химиотерапия, затем в случае получения объективного эффекта либо сразу проводилась операция с последующей лучевой терапией. Если же эффекта не было и пациент оставался все-таки нерезиктабельной опухолью, то сразу проводилась лучевой терапия. И посмотрите, верхние графики – кривые выживаемости. Однолетняя общая выживаемость в случае, если резиктабельная, естественно, лучше результат – это 80%, и двухлетняя – 59%, и при нерезиктабельном процессе – однолетняя общая выживаемость – 74% и двухлетняя – 25%. Очень важно было в данном случае отметить, достигался ли объективный эффект. И вот ниже в табличке указано, что если понятно, что опухоль отвечала на лечение, если оно уменьшалось, то тогда процент однолетней выживаемости сразу приближался уже к 100% и двухлетняя – 53%. Если же эффекта на химиотерапии не было получено, то этот пациент уже и не получал оперативное лечение, сразу переходил в группу с лучевой терапией, ну и соответствующие результаты были получены. Однолетняя общая выживаемость – 45%, двухлетняя – всего 21%. А вот исследование СМАРТ уже не столь однозначно. Здесь пациентам предлагалась предоперационная лучевая терапия, затем проводилась оперативная и потом плюс-минус адювантная химиотерапия. Но к этому исследованию были очень большие вопросы и в качестве воспроизводимости, и в качестве результатов. Посмотрите, что трехлетняя общая выживаемость указана 84%, однако если посмотреть на количество общего пациентов, было включено 25%, и после трех лет всего 4 пациента прослеженность была, то они никак не могут составить 84%. Так же, как и последующие кривые в зависимости от гистологической формы, также вызывают вопросы. Тем не менее, исследование такое было, и результаты изучения лучевой терапии в истории нам лишь дали такую возможность получить, что лучевая терапия как самостоятельный метод не может использоваться, он не улучшает эффективность и не увеличивает продолжительность жизни пациентов, но в составе тримодальной терапии это достаточно хорошо использовать. Также лучевая терапия может использоваться как палиативная, при обезболивании, при прорастании опухоли в грудную клетку, и, возможно, как профилактика распространения метастатических клеток в области после биопсии, но широкого применения этот метод не получил. И мы плавно переходим к следующей, на мой взгляд, как химиотерапевт основной опции, это возможности химиотерапии. Исторически, так же, как и в мелкоклеточном раке легкого, за последние 20 лет никаких не было значимых изменений. Стандартом лечения оставалась схема метрикседа с платиной или же гемцитабином, также с препаратами платинами. На основании исследования МФАСИК с 2003 года, когда было сравнение комбинированного режима пиметрикседа с цисплатином по сравнению с цисплатином в монорежиме. И была получена частота объективных ответов 45% с медианой выживаемости без прогрессирования около 6 месяцев и с медианой общей выживаемости около года. Напомню, что пациенты без лечения медианой общей выживаемости около 6-9 месяцев. И вот на основании этого исследования началась эра пиметрикседа. С появлением таргетной терапии также изучались очень многие препараты. Но единственным препаратом, показавшим свою эффективность, оказался БЕВОЦИЗУМАП, исследование МАПС, который был добавлен логично к существующему стандарту к режиму пиметриксед с цисплатином, что позволило нам увеличить медиану общей выживаемости почти до 19 месяцев, хотя частота объективных ответов при этом у нас потерялась. И, как я уже сказала, что если пациенту могут быть предложены все три метода лечения, то это, безусловно, будет выгоднее для пациентов. Но такая достаточно агрессивная комбинация не у всех всегда может использоваться, потому что мы априори говорим все-таки о пожилых людях. Средний возраст возникновения мезотелиома плевры это старше 65-70 лет. Но, тем не менее, если мы можем провести индукционную химиотерапию, получив объективный эффект в 45% случаев, затем предложить хирургическое лечение в различных объемах и затем провести еще одевантно-лучевую терапию, то медиана общей выживаемости может быть достигнута от 13 до 46 месяцев. Это различные были исследования, различные были химиотерапевтические режимы и объем операции. Но, тем не менее, достаточно хорошие результаты. И, наконец, мы переходим, естественно, к новому подходу – это иммунотерапия. Вот здесь представлены все препараты, которые были использованы и изучали с лечением мезотелиома плевры. И мы остановимся на последних комбинациях неволумаб с эпилемумабом, что стало, собственно, предвестником изучения иммунотерапии, потому что экспрессия PD-L1 определяется в 40% в случае мезотелиом, и особенно она наблюдается при саркоматоидном типе, что сопряжено с уменьшением выживаемости. Это наиболее неблагоприятная группа пациентов, которым не может быть предложено хирургическое лечение, они не отвечают на химиотерапию, и, конечно, выживаемость у них достаточно низкая. Поэтому большие надежды возлагались именно на иммунотерапию. И вот у нас, собственно, мы подошли к квинтессенции, к тому чему-то новому, так же, как и в лечении мелкоклеточного рака легкого. Это исследование ЧИКМЭД-743, когда изучалась комбинация двух иммунных препаратов НИВ, и ИПИ, НИВ, ЛУМАПС и ПЕЛЮМАМ, по сравнению со стандартной химиотерапией. И достаточно были получены хорошие результаты, показав увеличение кривой выживаемости без прогрессирования и частота объективных ответов. Опять же напомню, это очень важно было для пациентов с саркоматоидным типом опухоли. В случае, если у пациента возникали нежелательные явления на фоне лечения иммунотерапией, таких пациентов было больше по сравнению с химиотерапией, то это никак не умаляло достоинства этого режима. Даже отмена препаратов, все равно эффекты продолжали развиваться, и за период наблюдения уже 36 месяцев у пациентов, которые получали иммунотерапию. Показатель общей выживаемости 37% по сравнению с 23% в группе с химиотерапией. И можно уже смело говорить о том, что комбинация НИВЛУМАБа с ИПЕЛИМУМАБом была зарегистрирована в Российской Федерации для лечения пациентов в первой линии с злокачественной мезотелиомой плевры. Мы знаем, что исследование Checkmate 743 демонстрирует абсолютное преимущество этой комбинации по сравнению со стандартной химиотерапией. Данные уже трехлетнего наблюдения за пациентами в этом исследовании показывают общую выживаемость 23% по сравнению с 15% в группе с химиотерапией. И более того, что этот эффект полученный уже у 28% пациентов удерживается более трех лет. То есть мало того, что мы достигли хорошего результата, так еще мы и длительно можем за ним наблюдать. Отмена препарата из-за нежелательных явлений никак не влияет на отдаленную эффективность. И данный режим будет уже обязательно внесен в наши клинические рекомендации. Что касается другой, не менее для меня интересной опухоли, опухоли вилочковой железы, это тимома и тимическая карцинома. Еще более редкая опухоль. Мы привыкли, что мезотелиома редко встречается, а тимомы и тимические карциномы встречаются не более 0,2% случаев на 100 тысяч. То есть это примерно 2 человека на миллион. Тем не менее, от всех опухолевых средостей это достаточно часто опухоль, в 20% случаев возникает у молодых людей в возрасте 35 до 70 лет и нет никакой преимуществ между мужчинами и женщинами. Новая классификация 2015 года вносит нам более, по моему взгляду, ясность, что нет больше тимомы типа С. То есть гистологически тимомы делятся тип А, А, Б, Б1, Б2, Б3. И раньше называлось тип С. Но тем не менее, сейчас это называется истинная тимическая карцинома. То есть это рак тимуса. Иммуногистохимическая панель для определения гистотипа используется тоже четвертое издание 2015 года с обязательным определением цитокератинов и CD5. Но есть некоторые нюансы, когда есть аденокарцинома легкого, которые могут быть CD5 положительные, а также есть и цитокератин, отрицательные тимомы. Для того, чтобы однозначно нам можно было отличить, например, плоскоклеточный ли это рак легкого медиастинальной формы, или же это плоскоклеточный рак вилочковой железы, в настоящий момент нам помогают два маркера. Это FOX N1 и CD205. То есть если вы видите гистологическое заключение, которое вам не убедил вас, что это именно опухоль вилочковой железы, попросите вашего патоморфолога определить именно эти маркеры. Итак, мы приходим к классификации. Исторически используется еще с 80-х годов классификация Масаука-Кога, которая может быть дополнена ТНМ и ЭДЖИСИСИ классификацией, в чем здесь могут быть подводные камни. Так же, как и при эмизотелиомой плевре, размер опухоли здесь не имеет значения, а принципиально в какие соседние структуры опухоль прорастает. В случае, если опухоль не выходит за капсулу, то по классификации Масаука-Кога это первая стадия. А дальше имеются небольшие разногласия по отношению к ТНМ классификации, потому что Т1, А0, А1, А1 стадия – это когда идет выход за клетчатку, за капсулу в окружающую медицинальную клетчатку, и 1, Б, когда она уже находится с инвазией в плевру. Для классификации Масаука-Кога как раз микро- и макроскопическая инвазия уже будет соответствовать второй стадии, а поражение уже плевры и вовсе переходить на третью. Инвазия в перикард Т2, Н0, У0 – вторая стадия по ТНМ и третья А по Масаугу-Кога. В случае, если уже имеется инвазия в легкое, в крупные сосуды, в грудную клетку, то это будет Т3, Н0, Н3 стадия, и она же будет третья Б по Масаугу. И четвертое в случае, если опухоль начинает уже прорастать в пищевод, трахеомиокард в аорту – это Т4, Н0, Н3 стадия. И классически, если появляются отдаленные метастазы, то это переходит сразу в четвертую стадию. Отличительной особенностью для опухоли вилочковой железы, что любая размер, имеется в виду прорастание опухоли, при наличии хотя бы одного пораженного лимфатического узла, Н1, автоматически переводит эту опухоль сразу в четвертую А стадию. Четвертая Б стадия – это когда уже есть отдаленные очаги в печени, костях или в легких. Итак, основной алгоритм действий в случае, если у пациента установлен диагноз опухоли вилочковой железы, должен рассматриваться именно вот в такой последовательности. Сначала операция, она может носить либо диагностический, либо сразу лечебный характер. Затем должна рассматриваться, консультация должна быть химиотерапевта об адювантной лечении или первой линии и последующей лучевой терапии. И нам очень важно знать четыре главные особенности. Это гистологический вариант опухоли, распространенность, радикальность и сроки. Потому что химиотерапия должна назначаться в первые четыре недели после операции. Лучевая терапия, допустимо, трех месяцев. Вот мы немножечко, может быть, казалось бы, большая таблица. Но почему это очень важно знать? Потому что в принятии решения, какое лечение будет назначено пациенту, важно знать все эти четыре аспекта. То есть гистологический вариант тимомы – это или карцинома. Насколько радикально была выполнена операция. Какая в итоге послеоперационная стадия именно здесь указана по Масаугу-Кога, не по ТНМ. И после того, как мы уже определили, для тимомы еще есть распределение по типу А – это В или В2-В3. В случае же карциномы здесь имеет принципиальное значение радикальности и стадии. И эти все параметры могут вам тогда сказать, нужна ли пациенту лучевая терапия, нужна ли ему адювантная химиотерапия. Или же в случае, если это радикальная операция и ранние стадии, то возможно на этом остановиться и сразу переходить в наблюдение. Для четвертой стадии, естественно, рассматриваем вопрос только о химиотерапии. Различные режимы. В основном это исторически уже сложилось с включением антрациклинов, этапозиды с препаратами платины и токсаны также с препаратами платины. Также есть опции назначения пиметрикседа и этапозиды с эфосфамидом в последующих второй и третьих линиях лечения. Прямого сравнения никогда этих режимов не было, но как-то складывается впечатление, что частота объективных эффектов для тимомы более ожидаема при назначении антрациклинов. В случае же, если это именно тимическая карцинома, то здесь, по сути, те же режимы. Также добавляется еще изучение таргетных препаратов сунитениб и эверолимус. Но и в зависимости от, какое было исследование, результаты показывают, что все-таки токсаны более эффективны при тимической карциноме, а антрациклины при тимомах. Хотелось бы, в принципе, сказать, что это достаточно благоприятная группа пациентов, что, несмотря на распространенность, есть результаты уже и пятилетних, и десятилетних наблюдений общей выживаемости. Естественно, есть зависимость от стадии. Но здесь понятно, что если стадии меньше, пациент здоровее и менее агрессивна опухоль, то и есть уже показатели десятилетней выживаемости. Но также очень немаловажна радикальность операции. В случае, конечно, если мы можем провести радикальное лечение, то пятилетняя выживаемость будет почти 100%. В случае, если мы провели радикальное лечение, но стадии, тем не менее, третья и четвертая А, то этот показатель уже снижается. И вот несколько, прям последний слайд. Остановлюсь, какие же исследования нас ждут прям в ближайшем будущем. Это исследование, особенно я прям ожидаю, китайское исследование, изучение пембролизумаба в добавлении к режиму поклитоксел с корбоплотином. Также изучение ниволумаба при именно тимомах B3. Исследование пембролизумаба по сравнению с линвотенибом во второй линии. И добавление рамуцрумаба как одного из препаратов, направленный на мишень. Это тоже исследование уже завершено, и мы ждем результатов. Я надеюсь, что прям, может быть, на АСКО или ЭСМО результаты уже будут представлены. Основными выводами могу остановиться, что все-таки опухоли вилочковой железы, тимома, тимическая карцинома это редкое заболевание, но относительно благоприятным прогнозом. Для того, чтобы выработать тактику лечения, нам нужна мультидисциплинарная команда. Различные режимы химиотерапевтические, которые у нас есть в арсенале, требуют все-таки прямого сравнения. И новый поиск, нам нужен препаратов для лечения наиболее неблагоприятной группы. Это с тимомой B3 и тимической карциномой. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok